Всем привет, друзья! Всем доброе утро! Мы с вами не виделись две недели. Сегодня 14 января. Я вас от всей души поздравляю со всеми праздниками, которые у нас уже прошли. Рождество, Новый год, Старый Новый год. И в принципе мы с вами заходим уже в 2024 год. Две недели меня не было по той причине, что я, знаете, перед Новым годом просто на работу, вот, так скажем, забила. Я очень много дел не сделала, которые я должна была сделать перед Новым годом для того, чтобы Новый год начать, знаете, не вот прямо с гонки, скорее-скорей делать-делать, то делать-это делать, а, знаете, на таком расслабоне. Я поленилась в конце прошлого года. И вот как результат две недели, я можу сказать, из ютубной жизни выпало. Расскажу вам, что было, где была, но начну я с 29 декабря. Доброе утро, Сэм, доброе утро, друзья. Ну что, у нас новый день. На улице дождь. Судя, пятница. Завтра уже суббота, и потом Новый год. В общем, что я могу сказать, друзья. Теперь у нас с вами новая эпопея с ароматом. Я безумно, вот, когда тут в Акрополе попробовала Лакрема да Лакрема, Black Afghana, все, что мне так понравилось. До вечера он был у меня, вот даже сейчас чувствуется. Прошел, можно сказать, почти сутки прошли. И до сих пор чувствуется. И мне он, знаете, так зашел. Хотя у него там, я посмотрела по... Там нет ничего сладкого. Там есть какой-то гашиш, там есть кофе, там есть древесные ноты. Но еще очень-очень меня он прям заинтриговал. Я зашла в Дуглас. Я зашла в Дуглас. У них, к сожалению, нет этого аромата. В общем, ладно, не суть. Значит, сейчас я подумала, что зайти в винтажный секонд-хенд в Куману, я вообще, знаете, очередной раз не планировала снимать, но подумала, почему и нет. В принципе. Почему и нет, собственно говоря. Конечно, покажу вам манекен. Манекен я этого, этой коллекции вам не показывала. Это, конечно, очередная бомба, бомбическая. Начиная прямо с ботина. Посмотрите, какие там ботинки вышитые. Вы видите, да? Винтажная, очень винтажная сумка. Вот такие, как это называется, перчатки. Вязанные с пальчиками открытыми. Конечно же, коробки. Как Рождество, Новый год. На ней шапка, такая папаха называется. Очки специально. Ну, короче, вы поняли, да? Неправильно слегка одеты. В общем, супер. Супер бомбическая, очередной раз показанная вам в винтажке манекен. О, смотрите, кстати. Мне так кажется, что это платье все-таки там. Видите, под накидкой какие-то пайетки. Очень красивая юбка сама по себе. Здравствуйте. Вот. В общем, вот, посмотрите, какая красота. И пойдемте. Здравствуйте. Это работники наши винтажные хуманы. С наступающим вас. Спасибо. Вот, видите, как, друзья, хорошо. Мы с вами попали на 50% скидку. Очень красивое платье нашло. 12 евро. Сейчас 6 евро. Модель, во-первых, очень красивая. Здесь на молнии. Но, видимо, оно кому-то было маленькое. Его расшивали по бокам. Доставляли, видя себе, такой кусочки ткани. А так, на самом деле, очень красивая. Фонарик, рукавчик. Супер. И расцветка шикарная. А на ощупь, знаете, как шерсть. Красивая. Пишу выбор таких, знаете, нарядных платьев. Потому что канун Нового года. Ну вот еще большой размер. Ну, по крайней мере, такой хороший размер. Показать вам нашла вот это платье. С поясом. На подкладке. Бирка оторвана. Еще одно красивое платье. Такое, знаете, в сельском стиле. Тоже длинное. Есть карманы. Очень жаль, что маленькое. Вот его бы я точно с удовольствием бы померила. Мадейн Индия. Сейчас 6 евро. 20 размер. Сейчас 9,50. Такой, знаете, миди. Но на 20 размер точно не похоже. Пуговицы красивые. Еще что-то такое красивое. Маленького размера. Какой-то Хюнтер. Шведская фирма. 6 евро сейчас. И очень много шуб. Разнообразных. Натуральных. Ой, каракуль, смотрите, какое красивое. Или это искусственный каракуль? Вратни воды не знаю, но по цене искусственный. 42, сейчас 21 полушубок. А вот это, видите, из кусочков. Так, 100 евро. Сейчас 50. Тоже куртка. Норка, да? Вот это каракуль, скорее всего. Хотя тоже не уверена. 45 евро. Но цветочка красивая. Полушубочек. И нетяжелый. Что очень немаловажно. Размер 44. 14. 16. 19. 26. 17. 24. 23. 23. 25. 25. 25. 26. 29. 26. 36. 40. 24. кожаная куртка часам покажу потому что я взяла в руки на очень-очень мягкая кожа такой знаете но по мне так вообще полупальто сейчас 1250 без всяких оборотов и очень мягко внизу в подвале в мужском отделе нашла красивый пуловер или джемпер бирок нет это я так предполагаю самовязка но очень красивый и такой знаете нам на ощупь не колючие красивые и еще есть выбор кукол винтажных так что приходите кому интересно вот видите целый чемоданчик кукол еще выбор еще текстиля время сколько время кстати друзья сейчас я вам скажу точно 1556 почти 4 часа видите уже темнеет потихонечку еще и знаете дождь все равно очень красиво очень-очень красиво друзья у нас городе сейчас пойдем с вами еще до 2 винтажки дойдем принципе в этой винтажки ничего такого особенно вот кроме того что вам показала можно было платья это померять клеточку но мне если честно лениво правда я знаете по спортивному одета меня там под низом спортивные брюки поэтому не особо было бы красиво мерять так что очень не стала мире друзья ничего такого чтобы захотелось очень померить не ничего не нашла так очки у меня как всегда из них уже кстати знаете вот бирки вот эти вот плохо вижу надо знаете прищуриваться поэтому я все время как захожу куда-то в магазин и сразу надеваю очки для чтения хотя еще пару лет назад знаете не нужно было а вдаль вот очень хорошо вижу ладно я думаю вам интересно прошу мое зрение в общем идемте прогуляемся сегодня наверное знаете будет такой стакан флок рбтс кстати видите здесь был на углу последний магазин какой здесь было это киломакс он съехал достаточно давно наверное даже чуть ли не год назад ну вот стоял закрытый но здесь я так понимаю что будет сейчас его ремонтируют и будет какой-то фастфуд что такое кебаб очередной кебаб у нас друзья знаете открываются в риге из кафешек только кебабы кебабные красивая улица тарбатес ну а в этой хумане знаете вот тоже кстати давайте я вам покажу крайне редко я вам показываю в этой хумане манекены но сейчас тоже перед новым годом и рождеством их посмотрите как отделе сколько на шею цепей какие-то шляпки чалма или нет ни челма что-то похожее но очень тоже знаете бомба бомбическая сумка рюкзак на ощупь кожаная не хватает в этой сумке обезьянки отличительный знак этого бренда по-моему так да друзья что это киплинг это обезьянка как это непонятно знаете это не сумка даже как что это трудно даже не понимаю что это очень винтажный бренд друзья это австрия тирол ну то есть тирольская тирольская тема сейчас 650 посмотрите тут знаете ради только не пуговицы ну блин я забыла как называется то есть ради только вот этого можно смотрите какой красивый да только ради этого можно купить мне не померить я бы с удовольствием померила потому что я бы возможно даже его купила но он маленький тут есть карманы такой очень классная смотрите и по составу я посмотрела там 6 есть акрил то есть такой очень классную с джинсами супер очень мне понравился этот жакет он на меня знаете как полупальто но бирки нет состава то ли отрезано то ли что не знаю и сейчас он 817 850 но выглядит как не будет маловато да видите маловато он даже немножечко притален здесь есть вытачки длина конечно классно цвет горчичный красиво и длина хорошо и длина рукава хорошо вы видите тоже что и я да горячие африканские девушки горячая африканская девушка что только иногда не увидишь друзья 30 числа как выполнится был ролик мы ездили с вами возили письмо деду морозу мы приехали деда морозу загадать желание написать письмо давайте давайте загадаем желание загадали она сбудется спасибо и загадала желание и за вас тоже друзья загадывали желание и я очень-очень хочу чтобы это желание которые мы все вместе я и вы со мной загадали чтобы она исполнилось 31 новый год в принципе я отмечала его как всегда в последнее время старом городе а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С Новым Годом! С Новым Годом вас, друзья! Всех с Новым Годом! Пусть все наши мечты сбудутся, и все у нас будет хорошо. С Новым Годом! В Старом Городе на шести, можно сказать, площадках, на трех площадях и на шести площадках, на каждой площадке была своя музыка, свой диджей. Было очень-очень много людей. И как уже, наверное, года три подряд или четыре я встречаю в Старом Городе, и в этот раз было то же самое. Пришел 2024 год. Как-то он, как я уже сказала, у меня очень много было дел, которые остались с прошлого года. И Новый Год 2024 я начала вот с решения всех этих вопросов и дел. Пятого числа я была на балете. В декабре Юля предложила мне пойти с ними на балет «Щелкунчик». Я очень обрадовалась, сказала, да, да, конечно, я очень хочу. Билет стоил 25 евро. Но мы потом пришли к единому мнению после просмотра балета, что красная цена этого балета – это было 15 евро. И то только за музыку. Конечно, артисты старались. Это был какой-то, знаете, сборный. Там были из разных стран, я так поняла. Но самое, что было печально, это то, что не было живой музыки. И декорации сменялись только, вот знаете, как на стене, как, ну вот, вы поняли, да, картинка на стене. Вот она менялась. Но, конечно же, музыка Чайковского великолепная, изумительная. Музыка Чайковского вытянула это представление. И, знаете, у меня пока я слушала, я смотрела на сцену, немножечко снимала, у меня все время мурашки по телу бегали. Насколько музыка Чайковского, знаете, вот под кожу входит. Также этот год, друзья, я решила посвятить самой себе, самой себе любимой. Я пошла, наконец-таки, к косметологу. Что она делает? Она прорабатывает глубокие слои, глубокие слои, на котором лежит ваша кожа. Вот там, где мышцы, вот эти связочки, которые у вас немножечко, так скажем, подрастянулись. Это процедура аппаратная, это фокусированный ультразвук будет, там будет нервное окончание. И если вам очень больно, вы мне говорите, пожалуйста, я буду дозировку менять. Я на процедурах, она уже налаживается. Тем более старость отодвинули во вкурсе сейчас. Отодвинули туда за 70 уже. Я не хочу делать никаких уколов, я не хочу делать операций на вот эту часть моего лица, где у меня малярные мешки. Они у меня с детства. Просто они уже с возрастом всё становится больше, больше и больше. Я никогда не ходила к косметологу. Единственный раз, простите, это было в моей молодости, совсем когда мне было лет 17-18, я ходила один раз на чистку лица к косметологу. Это был первый и последний до недавнего времени раз, когда я ходила к косметологу. Пошла я к косметологу от Марины Тимченко, Высоцкой. Она, когда жила здесь в Риге, она всегда ходила к этому косметологу. И вот по её, как бы, Марины рекомендации я пошла к этому косметологу. Пока это была первая процедура, 19-го числа я пойду очередной раз на процедуры. Я понимаю, что косметолог без каких-либо уколов, без операции, повторюсь, может убрать эти мешки малярные. Конечно, нет. Конечно, нет. Я это прекрасно понимаю. Но я подумала, что так как я хожу в солярий, моя кожа очень сухая, мне хочется хотя бы, знаете, чем-то её подпитать. Не выглядеть идеально. Я выгляжу на свой возраст, на 62 года. Я выгляжу на этот возраст. Но мне хочется, возможно, чтобы косметолог сделал моё лицо более свежим, более отдохнувшим, более ухоженным, возможно, так. В общем, друзья, я пошла к косметологу. Косметолог достаточно дорогое удовольствие. Вы знаете, даже по моим доходам для меня очень дорогое. Но я всё-таки решила, что у нас в Риге много косметологов. Но я прохожу какое-то время к этому косметологу и посмотрю. Если будет результат, я продолжу ходить к этому косметологу. Если результата не будет, тогда, возможно, я либо больше не пойду к косметологу, либо я сменю косметолога. Но, знаете, был выбор. Либо в этом году, уже сейчас, покупать билеты на путешествия и куда-то в тот же Париж, в Италию, в Рим слетать, либо посвятить этот год и эти деньги потратить на косметолога. Я решила, что как-то в прошлом году я немножечко от путешествий устала. Мне хочется побыть дома. Сейчас, знаете, в мире настолько происходят страшные вещи, что я просто боюсь улететь в путешествие и не смогу вернуться, если, не дай бог, что что-то начнёт у нас происходить. Поэтому я решила посвятить этот год косметологу. Всё, друзья, спасибо вам большое. Сейчас я вошла в обычный ритм. Ролики будут выходить регулярно. Ну, хотя бы два раза в неделю, как получится, друзья. Потому что у меня много дел, у меня много обязанностей, у меня много работы. Потому что я работаю собранно на себя. Я ещё не на пенсии. Хотя, знаете, мне уже сейчас, через некоторое время, через месяц, 63 года исполнится, а в 64 года я уже пойду на пенсию. Всё, друзья, спасибо вам за компанию. Рассказала вам, что происходило. Показала, рассказала. Всё. Хорошего вам настроения, друзья. Хорошего вам здоровья. Ещё раз поздравляю вас с наступившим Новым годом. Всё. Спасибо вам. Всем пока.